27 мая это не только день рождения культурной столицы России, это еще и общероссийский день библиотек. Совпадение? Не думаю. Ровно 227 лет назад было основано первое в стране учреждение, где различные здания не только собирали, ими можно было пользоваться, читать. Называлось это учреждение «Императорская публичная библиотека». Открылась она, конечно же, в Петербурге. Какие уж тут совпадения. В наши дни та самая библиотека продолжает работать под названием «Российская национальная» и продолжает открывать знания для всех желающих. Но теперь библиотека в классическом понимании — это все же хранилище. А свой путь к читателю информация проходит самыми разными способами. Егор Парфенов отправился в самую старую и при этом современную библиотеку. Мы можем с вами выделить и нажать на любое номинование на карте и получим полную информацию об этом месте и небольшой сопровождающий ролик. Либо набор фотоматериалов. Интерактивная карта в библиотеке Гугля позволяет перенестись в прошлое, посетить Александринку или Исааки — знаковые локации, где не раз бывал великий писатель. Над контентом всей интерактивной карты работа в известной Голливье Владимир Дмитриевич Денисов. Это сразу повысило статус нашей работы, потому что те факты, которые мы публикуем здесь, они действительно соответствуют реальности. Дополняет интерактивный путеводитель по жизни Гугля видеомэппинг. Это арт-проекция мультфильма. В основе сюжета — одно из главных произведений классика — петербургские повести. В Испании есть король. Он отыскался. Этот король — я. Этот мультимедийный проект представили публики к столетнему юбилею библиотеки в 2018-м. Чуть ранее, в 2013-м, в учреждении провели капитальный ремонт, и хранилище здания приобрело статус современного общественного пространства, которое сейчас включает в себя два читальных зала, комнату для конференций и арт-холд. Провести встречу, чтобы обсудить творческий проект или даже назначить свидание. В библиотеке созданы все комфортные условия. В читальных залах есть Wi-Fi. Здесь же мягкие кресла и диванчики, на которых удобно расположиться с любимой книгой и горячим кофе. Каждый месяц в библиотеке Гоголя проходит около 20 событий, многие из которых давно стали доброй традицией. Книжные выставки и экскурсии по городу, и экскурсии у нас в библиотеке, и также мероприятия, посвященные разным культурным событиям.